Владимир Семенович на фотографии очень ранний, 6 месяцев. Родился он 25 января 1938 года в Москве. Из родного его привезли в коммуналку на третьем этаже окно вовнутрь, в отбор, на первой Мещанской в конце, как он напишет, на 38 комнатах всего одна уборная, началась его земная жизнь. В возрасте 3,5 года фотография перед вами, вы видите ее, Владимир Высоцкий вступил в эпоху страшную для нашей страны, в эпоху Великой Отечественной войны. Для маленького ребенка это было страшное детство. Сначала бомбежки Москвы, потом эвакуация в Оренбургскую область, Бузулукский район, село Воронцовка, затем по окончанию войны возвращение опять с мамой в Москву, где была разграблена их комната, затем эвакуация, вернее, служба с отцом в Германии в ГДР 2,5 года, где он брал частные уроки у немца-музыканта на игре на фортепиано. Фортепиано не стало продуктным инструментом для Высоцкого в возрасте 15 лет во дворе. У старших ребят он берет уроки игры на семиструнной классической гитаре, с которой пройдет всю свою жизнь. Что мы здесь с вами видим? Предметы выка, мало принадлежащие Высоцкому. Его чемодан, с которым он уезжал служитель с папой в Германию, открыточка, которую он поздравил маму с днем рождения, все остальное предметы времени. Кто не видел, посмотрите, что такое чернильница непроливайка, и что такое ручки со стальными перьями. Перевые ручки позволяли красивее. После Германии семья возвращается, отсюда ее в квартиру на Большом Каретном. Ребчайшая фотография, 9 класс. Проходите сюда, пожалуйста, вы за мной идите. 9 класс. Обратите внимание на одно обстоятельство. Вот, видите, вот. Вот май месяц. Школы были разделены пока по неполовому признаку. В июле того же 54-го года Никита Сергеевич Крущев, глава государства в то время, подписывает указ о соединении детей в единую школу. И уже 1 сентября того же 54-го года дети пойдут в школу. Мальчики и девочки будут сидеть за одной партой. Мальчики 15 лет, обратите внимание, какие взрослые. Классная руководительница пишет, каждый второй без отцовщина. Война выкосила отцов, мальчики рано взрослели. В это время, Владимир Семенович перед вами на первом плане, в это время, на март 53-го года приходится смерть Сталина. Высоцкий дважды пробирался со своим другом Володькой Акимовым в колонный зал Дома Союзов, чтобы проститься с телом Сталина. Первое стихотворение, которое оно напишет, он напишет, датируется мартом 53-го. Оно называется «Моя клятва» и смысл его «Спите». По окончанию школы Высоцкий, который уже два года, еще будучи школьником, старшеклассником, входит в драм-куржок, занимается искусством, как он говорил, шутя, он поступает в школу-студию МХАТ. Школа-студия МХАТ – это актеры, выпускала актеров театра, не кинотеатра. По окончанию, его берут по распределению, он идет в школу, вернее, в театр миниатюр, и с этим театром в феврале 1962 года едет в город Свердловск, на Екатеринбург. Перед вами уникальный, уникальнейший уголок музея. Здесь полностью все состоит из подлинников. В гостинице «Большой Урал», одной из старейших города Свердловска тогда, который располагается за оперным театром на проспекте Ленина, в комнате 464, даже номеров, тот же и луч, как каждый день, также были расположены два актера. Гастроли длились 28 дней. 28 дней Высоцкий живет в городе Свердловске. Здесь, в этой комнате, сохранено полностью все, потому что, слава Богу, ремонт в гостинице шел спустя 10 лет, и директор гостиницы мужчина к тому времени уже знал, ого-го, кто такой Высоцкий. И когда ремонт делали, он мебель не утилизовал. Она вся перед вами. Очень скромная, по тем временам, видимо, самая роскошная, и, главное, ковровая дорожка. Справа кровать Высоцкого, слева была двухместный номер, кровать актера театра миниатюр Рудина. Но вместо этого мы поставили стеклянную стенку, чтобы можно было номер рассмотреть. Размер соблюден. Из окна художникам нарисован вид, который был виден. Сюда встанете, справа на полочке вы увидите тепку Высоцкого, с которым он приезжал на гастроли. Внизу его гастрольный чемодан, а на столе письма, которые он пишет своей жене, Людмиле Владимировне Абрамовой, которая ждет первенца. Она родит в ноябре этого же года Аркадия, и через год второго сына Никиту. На сегодняшний день Никита Владимирович является директором Государственного музея Высоцкого в Москве на Таганке. Гастрольная жизнь Высоцкого еще раз приведет его в город Свердловск. В том же 62-м году только лето. Поэтому дважды он будет жить в этой гостинице в общей сложности два месяца своей жизни. Обращаю ваше внимание, что здесь он напишет свою первую песню «Весна была в начале». И здесь, в Свердловске, он впервые попадет на телевидение. Во время вторых гастролей с театром уже Пушкина рейд будет снят Свердловским областным телевидением и показан для широкой публики. Так что в Свердловске у Высоцкого кусочек жизни. Эта витрина посвящена второму следующему этапу его творческой жизни в театре. В 1964 году в Москве создается театр драмы и комедии на Таганке, который создает и собирает труппу будущие бессменные долгие годы главный режиссер Юрий Петрович Любимов. Юрий Петрович в своих воспоминаниях помнит, вспоминает, пишет. Уже набрал мужскую группу, но усиленно Золотухин с Филатовым мне рекомендуют посмотреть Высоцкого. Говорит, ну ладно, пусть придет. Сижу в кабинете, пишу отчет. Стук в дверь. Кто? Входит молодой парень. Невысокого роста. Рост Высоцкого 170. Розовые щеки. Гитара за плечами. Спрашиваю Высоцкий, Высоцкий, какую басню исполните? А он мне говорит, а можно я спою? Я с ужасом посмотрел на часы. Времени у меня в обрезке. Ну, у вас пять минут. А когда окунился, прошло полтора часа. То есть поражал Высоцким и даже маститых режиссеров. Конечно, он был принят в группу театра на Таганке и сыграл 22 лучших театральных ролей именно в этом театре. Вершина его творчества в театре на Таганке была роль Гамлета, которую сегодняшние искусствоведы считают, никто в мире не может по энергетике и харизме перепрыгнуть. Алла Демидова, которая в этом спектакле играла мать Гамлета, Гертруду, писала, когда Высоцкий выходил на сцену, зал новненосно становился словно нам отмеченным. Перед вами все подлинники, купленные в театре на Таганке, атрибуты разных спектаклей. Обращаю особое внимание на свитер. Их было для Высоцкого куплено шесть. Высоцкий в своих записках пишет «Придумал костюм на свою голову, на голое тело, надевать чисто шерстяной свитер, который под цветом софита вкусался безбожно. Каждый антракт приходилось свитер менять, он был мокрый, а в конце спектакля я терял 2-2,5 килограмма веса». То есть он как пел на разрыва Орды, так и играл Гамлета точно дальше. В первом году, во время генерального прогона спектакль «Пугачев», где играет Высоцкий одну из двух главных ролей, присутствует французская делегация деятелей культуры. Среди них будущая жена Высоцкого Марина Влади, мега-звезда мирового и французского кино. После спектакля они знакомятся. 2,5 года, как сейчас модно говорить, отношений, через 2,5 года, в 70-м году, они официально зарегистрировали брак. Брак был зарегистрирован в Москве, в Ломоносовском ЗАГСе, в единственном ЗАГСе нашей страны, где разрешались брать из иностранцев. До 73-го года Марина добивается права Высоцкому выезжать не с коллективом за границу страны, а индивидуально к жене. Для этого ей пришлось вступить в компартию Франции, стать вице-президентом общества дружбы СССР в Франции и присутствовать на приеме в Советском посольстве в Париже, где принимал формальные и неформальные обстановки Вернит Ильич Брежнев. В своей книге «Владимир или прерванный полет» Марина пишет, Высоцкий, ой, Брежнев, ни на минуту не отходил от меня. Марина была красавица, конечно. Вместе мы выпивали и говорили, в конечном итоге вместе сфотографировались. Эта фотография стала для меня важнейшей, важнейшей из всех, которые были сделаны за всю жизнь. При помощи этой фотографии удалось добиться того, чего не смогла сделать раньше. Высоцкому стали давать визу на Буэз. К 75-му году, в 73-м году он первый раз выехал, к 75-му году, когда Марина ему за рубежом организовывала огромное количество концертов во всех странах, Мексика, Канада, Соединенные Штаты Америки, европейские страны, у него появилась возможность купить первую собственную квартиру. Перед вами кусочек кооперативной квартиры на Малой Грузинской, 28. Это кусочек кухни Высоцкого, где много его предметов. Это холодильник из его кухни, все, что на холодильнике. Особое внимание обратите на термосы. В советских семьях тогда предмет гордости, вот сейчас у какой бабушки осталось. На полочке самовар и жестяные банки для сыпучих веществ. А на стене, обратите внимание, гарнитур, который Высоцкий подарил Марине Владе на день рождения. Она не могла вспомнить, на какой год. Она пишет, что этот гарнитур был выполнен сибирским мастером-краснодеревщиком из Березы. В создании эскиза лично принимал участие вместе с мастером Владимир Семенович Высоцкий. Гарнитур приобретен владельцем нашего музея на аукционе в Париже в 2015 году, где Марина выставила 38 лотов и владелец нашего музея все купил на общую сумму 400 тысяч евро. Идем дальше. По счету, этот автомобиль пятый. Он опять же куплен во время зарубежных гастролей в Западной Германии, в городе Мюнхене, в комиссионном магазине. Дата выпуска машины с конвейера 73-й год, покупка 76-го года. Автомобиль практически новый. Высоцкий на нем гонял по Москве со скоростью 180-200 км в час, упиваясь в собственной скоростью. Автомобилей в нашей стране такого класса не было. Наш автотопом выпускал тогда только только свои жители, как вы помните. У Высоцкого Дэнского и Грузы, дюймпера первого образца. Автомобиль с автоматом короткой передач, с монтированным по его просьбе магнитофоном. Марина рассказывает, носился по Москве всегда с открытыми передними окнами. Из магнитофона на полный фон включил его голос. Он вокруг машины собирал, как правило, толпы отравлителей, которые гнались с такой же скоростью. Во-первых, получая бесплатный концерт Высоцкого, а во-вторых, зная, что его нужно оттуда и их соответственно тоже. Высоцкий гонит, а, как она говорит, не было в это время, жаль Горишникова. Увидев издалекам чай лидеров, передают руку по рации Брежнев с экспортом, почему не предупредили зелёным смертью. Ну, Высоцкий проезжает, и я не могу так не перебираться продолжать. Автомобиль после смерти Высоцкого, единственный, оставшийся неразбитым им в разное время, он такой был и качественный машин убил, перепродавался несколько раз, найден на территории Грузии и автоклам на обочине зелёного пункта, куплен как автоклам, привезём сюда на город, здесь отреставрирован, причём детали, которые отсутствовали в этом автомобиле уже, восстановлены по образцу 73-го года, хотя многие детали сняты уже давно с производства. Поэтому приходилось вот списываться с заводом и их изготавливать персонально. Автомобиль въехал сюда, через вот эти вот ворота, здесь просто была страшная стена, специально прорубили, закрыли потом баннером, машина въехала, расставлена, и она перед вами. Марина Владимировна, которая была у нас в музее в гостях, она сказала, что удивительно, как Вы смогли по фотографиям, а их довольно много, Высоцкий вернулся машиной, часто фотографировался, как Вы сумели по фотографиям восстановить машину, а не так нам будет. Машину любят в нашем музее, мы на неё фотографируемся, будет классная лодка, сфотографируем, здесь на память тоже. Пойдёмте так. Почтовый ящик тоже непростой, здесь Вы можете купить отжейку, наклеить на неё купленную марку, раз в неделю почта вынимается, на почтах подносится, и всё отправляется в разные регионы нашей страны. Вы только зарубежные оставляете, пойдёмте. Послушаем. Пока. Пока. Почтовый ящик, после поездки в Канаду, приехал заражённой идеей засеять всю страну кукурузой. Эту кукурузу надо было пропагандировать. Хороший, гябщик, Крущён. И он заёс мультфильму даёт задание создать музыкальный, красивый фильм про кукурузу. Этот фильм в Ютубе можно найти, он называется «Чудесница», длится 20 примерно минут. Смысл фильма в трёх словах. Советские люди посеяли кукурузу, она взошла, сорняки тут же начали душить. Советские люди пришли, выбололи сорняки, и она превратилась в царицу политики. Что делает Курсовский? Он поёт в «Коре Сардиньков». Но если вы фильм посмотрите, вы услышите. «Кора нет, один мысоцкий овёт». С этого начался его кинематографический путь. Он сыграл 29 художественных фильмов, и его голос звучит в трёх мультипликационных фильмах. После фильма «Сверстницы», где он сыграл малюсенькую певизодическую роль в своём дюймите, он пишет. Кто хоть раз побывал на съёмочной площадке, тот заразился кино. Я побывал, я заразился, я заразил, я счастлив. Вот это счастье длилось бы гораздо чаще. Но после того, как вышел фильм «Вертикаль» в 67-м году, после которого Высоцкий проснулся, что называется, знаменитым, его стали зажимать власти. Его не давали сниматься. Его кандидатура отметалась, начиная от гостки, но заканчивая Политбюро. И только надо было быть очень настойчивым, чтобы дать возможность ещё сыграть вот таком количестве фильмов. В «Трагедии маленькие», где он играет Дон Гуана по его любимому мужу, и «Место встречи изменить нельзя», за год до смерти его фильма вышли. Это, конечно, его вершина кино-творчества. За этот фильм, за эту роль капитана Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя» Высоцкий посмертно в 87-м году за подписью Михаила Сергеевича Горбачёва получает единственную государственную награду. Звание лауреата государственной премии. Премию получает его мама. Высоцкий уже об этом никогда не узнает. Пойдёмте, послушайте. Вы видите, как будто иллюминаторы теплохода Грузия. Рассказывает эта стеночка нам о свадьбе, о свадебном путешествии. Высоцкий и Марина Влади поженились, я уже говорила, в 70-м году. Свадебное путешествие организовал, как круиз по Чёрному морю, один из многочисленных друзей Высоцкого, капитан первого ранга, Анатолий Горогуля. Анатолий Горогуля, вот в этом теплоходе, которым он рулил, он им выделяет лучшую каюту. Вы поймёте, почему она лучшая, почему я так говорю лучшая. Трофейный теплоход немецкий. Помните, после окончания Великой Отечественной немцам была предъявлена большая материальная сумма, которую наполовину можно было оплатить машинами, станками, автомобилями и так далее. Вот перед вами немецкий теплоход. Ещё нет, не всё. Этот теплоход был построен в начале 20-го века для немецкого императора Вильгельма II Гагенцулерна. В нём императорская каюта из трёх, так сказать, комнат. А вот эта золотая формовая века. В 24 года за главную роль витала в французском фильме «Королева пчёл». Фотография говорит о том, что Микритити отдыхает. Красавица в рассвете лет. Марина Дворянка, не в первом поколении. Её отец москвич, который до Октябрьской революции закончил Московскую консерваторию и впоследствии в эмиграции, убежав от революции и от гражданской войны, он будет ведущим тенором Парижской оперы. Мама Марины, Дворянка, 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 из Петербурга. Отец генерал, закончила мама у неё Смольный институт благородных девиц, хореографическое училище, балерина. И вот они встретились уже в эмиграции. Отец с матерью поженились, родили четырёх дочек. Марина младшая. И со старшими сёстрами она начинает снимать за 11 лет. В 16 лет она играет главную роль в фильме «Колдунья». Поскольку этот фильм поставлен по повести Куприна «Олеся» в Советском Союзе, его закупили. Фильм «Дышит эротикой» от начала до конца, но власти этого не поняли. Зато поняли все мужчины из Советского Союза от мала до велика. Высоцкий писал, бегали всем двором в это кино по 8-12 раз. Я бегал тоже. Возьми во дворе добрякни, она будет моей женой. Меня зло обсмеяли. Зато я теперь могу над ней посмеяться. Марина Лестница Высоцкая. Она тоже родилась в 1938 году. 10 мая она жила, она живёт в Париже. Теперь уже в небольшой квартирке. И это всё приобретение её награды на аукционе в Париже. Здесь же, когда она приезжала в гости и была в музее в 1917 году, она получает вот такую награду. Не подумайте, что это, так скажем, та награда, она её увезла с собой. Это копия. Потому что в той награде, которую она увезла, естественно, малахит, 12,5 килограммов веса общей этой скульптуры. Естественно, позолото натуральное. И самое интересное, что Высоцкий, понятно, что колено преклонённый перед Мариной с гитарой, а вот Марина изображена с ангельскими крыльями, тоже неспроста. Женщина от своих ролей начинает отказываться ради мужа. Женщина, которая организовывает ему гастроли по всему миру. Женщина, которая спасает его от алкоголизма. Единственное, от чего не могла спасти Марина его, это наркотики. Пойдёмте дальше. Пять минут. Не останавливайтесь. Высоцкий не был крещён, Марина крещена. Их семье в Москве дарили множество икон. Ну, не как сакральные предметы, а как, скажем так, антифриат, да? Чем интересны? Вот эту икону подарил Сурат Целетели, московский скульптор, а мы не здравствующие. С этой Марина стояла перед гробом мужа, провожая его в последний год. Это подарок уже после аукциона, часы, которые стоили по тем временам, примерно половину жидулей советских. Французская фирма «Кортье», которую Высоцкому подарил второй муж Марины, третьему мужу, когда они у второго отдыхали на острове Таните. И эти часы прислала Марина уже после аукциона как подарок и написала, что она благодарит Андрея Гавриловского за то, что на аукционе самое главное для неё, самое ценное, что он купил последнее стихотворение Высоцкого. Высоцкий первое стихотворение написал в марте 15-го года, а последнее стихотворение написал в июне, 80-го июля он умрёт. Мы с вами видим этот подлинник. Это стихотворение по содержанию страшное. В нём говорится о том, как ему плохо. Я перечитала все биографы Высоцкого, ни один из них не может ответить прямо на вопрос, когда в его жизни откуда появились наркотики. Версий полно. Наиболее распространённый поделюсь. За два с половиной года до смерти Высоцкого отказывали от алкоголя почки. Он лежал в институте Склифосовского, где, чтобы спасти его от остановки сердца, от болевого шока, ему ставили морфин. Вот эта версия близка к истине. И так Высоцкий принимает наркотики. В последнее время сильные. Он ставит себе уколы бёдра, бедро, ноги. Марина не подозревает, потому что в последний год у них отношения были натянутыми, но вы страницу эту знаете из меня. Но спасение он ищет именно у Марины. Он едет в Париж, он сознаётся ей, он демонстрирует свой ужас. Она его кладёт в наркологическую клинику, ему чистят кровь, но нужно это долго делать. У него виза заканчивается, он уезжает. И перед отъездом в её листибюле, то есть в прихожей, он находит на журнальном столике вот листок, рекламный листок какого-то турагентства парижского. Он буквально говорит, на ходу за 15 минут пишет это стихотворение. Вот понимаете, прочувствуйте первую строчку. И снизу лёд, и сверху. Мариус между. Вот как ему плохо, как ему тяжело. Пробить ли вверх или пробуравить вниз? Конечно, всплыть и не терять надежду. А там задело в ожидании вниз. Очередной раз Марина его спасает. Мне меньше полувека, 40 с лишним. Я жив 12 лет тобой и Господом храни. Вот за это стихотворение на аукционе били 43 человека. Когда сумма поднялась до 200 тысяч евро, осталось два. Американец русского происхождения и владелец этого музея Гавриловский. На сумме 240 тысяч евро американец сдался. Сегодня этому листочку присвоено звание культурной ценности Российской Федерации с большим инвентарным номером с правом хранения в Екатеринбургском музее высотства. Слева от меня посмертная маска. Одна из трех гипсовая маска, сделанная в первый же день после смерти Высоцкого. На том, чтобы эту маску сделали, настояла Марина Влади. Делал художник театра на Даганке. Позже с нее было снято еще три бронзовые маски. Еще левее атрибуты Олимпийских игр. Смерть Высоцкого приходится на Олимпиаду. И хочу вам сказать, что именно Олимпиада убила Высоцкого. В каком-то смысле. Почему? Возвратившись и прочистив кровь, он возвращается в ту же среду. И мы с вами знаем, наркомана из этой среды надо убирать навсегда. Он снова принимается за старое. Начинается Олимпиада. Он москвич, он в Москве. Москву полностью закрыли для наркотрафика. При всем своем авторитете, в какой-либо форме наркотик он купить не мог. Что происходит с организмом, когда он не получает, о чем он уже сидит, мы с вами прекрасно понимаем. Началась настоящая ломка. Медицина при этом сидела и губы надувала. Высоцкий умирает на пятый день после начала Олимпиады. Умирает в собственной квартире на Малой Грузинской, 28, в страшных муках, которые длились больше суток. Власти запрещают сообщать о смерти Высоцкого, чтобы не портить впечатление от Олимпиады. Единственная газета «Вечерняя Москва» публикует известия о смерти Высоцкого. На следующий день главного редактора с работы сняли. Очень сильная заметка, которую я прочитала недавно в литературной газете «Заканчиваю». Пишет могильщик на Мажоритовском кладбище. Копаем могилу Высоцкого. Работать невозможно. Кругом люди. Попросили милицию. Кладбище было освобождено. И вдруг передо мной нарисовался мужичок с пустым коробком из-под спичек. Говорит, мужик, брось мне щекот на землю с могилы Высоцкого. Мне нетрудно, я бросим. Через полтора часа за воротами Ваганьковского кладбища стояла многокилометровая очередь мужичков с коробками из-под спичек. Спасибо вам большое за рассказ. Я думаю, что вам нужно дадим дальше. Может быть, есть какие-то вопросы? Мы видим, что гитару Высоцкого еще восходим на вращение. Последняя его гитара концертная. Вот она перед вами. Это Боже, вот, все продумано. Это гитара, которую привез мужик Владимирович Усоцкий со словами о том, что гитару в музее лежали в день и в день и в день и в день. Но она не была встроена, с более какие-то руки, которые были в телевизоре, в телевизоре памяти и голос. Гитара очень дорогая, она читала, если будет, когда сажать, но он был в социуме, что он был в семье. Он был в том, где-то не произошел. Тогда он был в Усоцкий. Он был в центре, он был в этом месте. Он был в центре, и т.е. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...